Действительно ли саммит в Казани можно воспринимать как попытку бросить вызов Первому миру с разговорами о том, что 38 стран, что уже обгоняют чуть ли не суммарно семерку. Вот все эти заявления, ну, знаете, людям как бы они воспринимают это умозрительно, цифры конкретные вряд ли будут вникать, я много раз в этом убеждался. И хочется действительно понять, ну, ладно, там цифры, их можно посчитать, взять калькулятор, а вот действительно ли нынешний саммит БРИКС, главные его страны, там Россия, Бразилия, естественно, Китай, Индия и так далее, ну, по сумме, в общем и целом, выглядят как действительно некий ареал стран, причем разнородных, цивилизаций, кстати сказать. Чем Запад, я хочу подчеркнуть, отличается однородностью, да, страны западного христианского ареала, ну, по выражению того же Хантингтона, им проще найти нечто общее. Это страны западной политической демократии, а все эти страны очень разнородные, и тем не менее разговор идет, ну, от имени Москвы, конечно, о том, что они способны экономически конкурировать с Первым миром. Ну, не знаю, я человек пристрастный, понятно, я ничего даже отдаленно подобного не вижу, вижу эту зависимость мира Второго, назовем вот так, да, там принято раньше было говорить о странах Третьего мира, но сейчас Второго, ладно, бог с ним, хотя там в этом союзе БРИКС присутствуют и страны, так сказать, и более отсталые Третьего мира, конечно, но действительно ли уместен этот вызов и как он экономически подкреплен, так сказать, одними надеждами на рост Китая и Индии, ну, Индии особенно, даже сейчас, в последнее время, зависимостью экономической и всякой другой, инвестиционной и другой от Запада, или же, наоборот, самоуверенностью властей этих стран на то, что в какой-то за горизонтом перспективе действительно они могут претендовать на сначала полноценную конкуренцию, а то и первенство по сравнению со странами Запада. Вот давайте с этим совсем разберемся, и вы нам очень сильно в этом помогли, Игорь Владимирович. Ну, давайте, ну, я буду очень странно говорить, но вы же потерпите меня, для меня саммит в Казани, ну, как вам сказать, это, знаете, такая сцена ревности, ага, да, 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 это надо привлечь внимание ухажера, который вокруг тебя бегал, стал смотреть на сторону, и надо показать, что ты привлекательна для другого кавалера, чтобы он опять тебя возжелал, заревновал и к тебе вернулся. Как видите, очень такой странный заход, но уж вы меня простите. О, вам не знать это в отношениях, скольких вы так попросили, ну, ладно, другой вопрос. Вот это ровно та самая история. А в основе лежат, ну, знаете, как ни странно, деньги. Ну, что с этим поделаешь, ну, куда ж от этого деться? То есть, это ревность на фоне денежных проблем. Что, собственно, происходит? Происходит, ну, как вам сказать, формирование нового этапа глобализации. И для вот этих стран, которые, уже Бриксом-то не назовешь, это уже неправильно, уже обратить внимание, Синдзипинь вернулся к привычному себе термину глобальный юг. Он его уже озвучил, и это правильный термин, более пригодный, чем Брикс, но они как бы по старинке назвали. Вот глобальный юг, он сейчас начинает как-то очень нервничать. Почему он нервничает? Потому что он хорошо рос. Ну, рос он, наверное, последние 25, ну, 30 лет. За счет чего? За счет глобализации, за счет того, что страны севера выносили туда свои производства, передавали технологии, одновременно выдавали заказы на продукцию своих предприятий, работающих в Китае, Индии, Малайзии. И, соответственно, получалось, что хорошо. Они дали деньги, они построили предприятие, они обеспечили работы. Мое население, мое население богатеет, с удовольствием за меня президента голосует, потому как ему жить-то хорошо стало. И все у меня славно, и, в общем, я на чужом горбу, в рай въезжаю очень даже эпоха. А вот что-то начало ломаться лет 10 назад, а ковид ускорил все. Ковид очень сильно изменил ситуацию, и глобальный север, как-то он вдруг решил, что, в общем, конечно, есть какие-то выгоды от работы с глобальным югом, но есть и потери. А потери, знаете, серьезные, тоже болезненные. Потому что, смотрите, я когда выношу производство в Китай, в Индию, в Малайзию, то у меня, в общем, на своем-то рынке труда как-то проблемы возникают. У вас на чем Трамп-то поднялся, как вы помните? Ага, вот, собственно, об этом-то и речь и пошла, что мы вынесли все туда. Собственный избиратель остался без работы, собственный избиратель сердится, гневается, лишает тебя власти. Значит, нужно как-то эту ситуацию поправить. Поэтому, если вы помните, разговор начался еще в первое правление Трампа. Давайте мы вернем обратно. И под это есть теория, вполне серьезная, подготовленная консалтинговыми компаниями, которые посчитали, что возвращать производство из Китая в США стало выгодно. Я понимаю, что у многих это вызывает ошеломление, как это может быть. Но, смотрите, есть несколько проблем, почему это стало возможным. Во-первых, Китай так и не достиг американской производительности труда. Ну, хуже там. Производительность труда хуже. Второе, значит, ты очень долго везешь из Китая до американского рынка. И до европейского. А как вы помните, сейчас ситуация стала хуже. Потому что Эритрея, потому что там эти хуситы. И надо гонять корабли вообще вокруг. Адихо не взросла. Цена взросла. Да, статистика стала дороже. И, более того, значит, в самих странах Запада возникла некая ситуация, особенно в Америке, что можно попытаться найти более дешевую энергию. Это возникло еще со времен сланцевого газа, о котором сейчас мало кто вспоминает. Но, в общем, стало понятно, что да, конечно, ты проиграешь, может быть, на зарплате, но на остальных факторах формирования сдержек, может быть, даже выиграешь. И поэтому появились три страшных для глобального юга термина. Первый термин иншоринг, второй френдшоринг и третий нешоринг. Страшные три термина для глобального юга, они смерти и подобные. Суть в том, что, значит, обсуждается вопрос, надо вернуть производство обратно в свою страну. То, что хочет Трамп, это иншоринг. Надо перенести производство из Китая в соседнюю страну, ну, скажем, в Мексику, это нешоринг. Или, в крайнем случае, перенести в страну, которая к тебе дружелюбно относится, не устроит тебе никаких гадостей, френдшоринг. И с этой точки зрения их, между прочим, под боком Латинская Америка. И она оказывается, в общем, неким таким интересным местом, куда можно перевести предприятие. Так что в этом смысле вдруг возникла ситуация, когда глобальный юг, так хорошо поднявшийся на американских, европейских деньгах, вдруг ощутил, что денег-то становится меньше, деньги-то начинают уходить. И, в общем, это не шутки, потому что мы смотрим последние 10 лет, глобальный север больше вкладывает в глобальный север, чем в глобальный юг. Раньше было наоборот, а сейчас они разворачиваются. И глобальный юг начинает нервничать, потому что если уйдут эти западные компании, уйдут эти инвестиции, то у них начнется обрушение производства, потому что быть-то некуда, денег нет, развития нету, население начнет нервничать, потому что будет беднеть. И, в общем, можно потерять свою позицию. Поэтому они решили, мне кажется, устроить сцену, подразнить глобальный север, что если вот не будешь нас любить и деньгами кормить, то мы все переметнемся к Путину, и будет тебе плохо. Так что вот тут какая-то такая необычная история, но вот она, в общем, похожа очень на правду, поскольку претензии действительно звучат. Они ведь действительно за счет глобализации сильно выросли, это же правда. Смотрите, если брать с начала 90-х годов, когда раскрутилась глобализация, тогда на глобальный юг приходилось 19% мирового ВП, а в 22-м уже 42%. Почему? Потому что Запад вкладывал деньги, Запад строил предприятия, Запад передавал технологии, Запад учил специалистов, и, в общем, было хорошо, за счет юга снижались издержки производства, ну и, в общем, на этом поднимался север, все было хорошо, пока вдруг север не начал бунтовать, что и что, рабочие места ушли, средний класс исчезает, а что-то неправильно, и вот этот, как бы, мне кажется, первый приход Трампа, он сильно потряс глобальный север, и они начали разворачиваться. А глобальный юг нервничает. Ну вот, теперь смотрите. Да, нас смотрят почти 10 тысяч зрителей, и около 3 тысяч поставили свои лайки, мы просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки, помогайте этому эфиру распространяться, более широко не забывайте подписываться на канал Фейдин Лайф, вот, это очень-очень важно, ну, а мы продолжаем. Смотрите, а тогда вот эти разговоры в канун саммита БРИГС, которые звучали, саммит в Казани, ну, типа, мы свой свифт заведем, мы, так сказать, единую валюту БРИГС сделаем, ясно, что это ничем не закончилось, это можно было прогнозировать, но вот, по-своему, кстати, от Москвы это все исходит, потому что, ну, как бы, для Москвы это более острый такой вопрос, поскольку у нее-то проблема с коммуникацией с этим севером, да, за счет санкций, рестрикций, разного рода ограничений, а для той же Индии, там, для Китая такой актуальности нет, потому что они спокойно имеют товарообороты соответствующие, получают твердую валюту, там, и так далее, то есть, как здесь, вот, это действительно перспективная штука, там, свой свифт, или там, я не знаю, как они банк, то есть, самостоятельно строят при корсчетах в Нью-Йорке, как они вообще собирают это делать, и, возможно, это в принципе. Я сегодня, готовясь к разговору с вами, вдруг решил проверить, а вот этот же банк, который они создали, у Брикса же есть свой банк, а кто там его возглавляет, что за персонаж? Серьезный профиль или нет? Вот, Марк Захарович, вот сел специально у смартфона, стал выяснять, кто же такой, ой, вот интересно, значит, возглавляет этот самый банк, человек, который ни одного дня в банке не работал, бывший президент Бразилии, Дил Марусев. Поинтересуйтесь в Википедии про ее биографию, бурная, должен вам сказать, биография. Ее долго пытались поймать на коррупции, на всяких исчистотах, дважды пытались скинуть, в конце концов, скинули, путем, значит, соответственно, снятия с ней полномочий президента, но вот ее подобрали, назначили руководить этим банком. Фантастик. Ага, красота, да, правда же? Такой выдающийся банковский специалист мирового масштаба. Ну и в итоге, что они очень давно пытаются разговаривать про какую-то единую валюту БРИКС, но даже это самое Дил Марусев, и то сказал, ребята, ну, не ждите меня, мама, хорошего сына, скоро я с вам с единой валютой не приду, это слишком сложно, так что мы пока об этом даже не разговариваем. Что касается, значит, опять же, Свифта, еще раз, давайте разбираться. Свифт родился ведь не случайно, он родился где? И почему? Он родился там и потому, что были очень большие объемы денежных переводов, связанные с международной торговлей. Все это шло в страшном варианте, через факсы, и нужно было это все ускорить, родился Свифт, который облегчил переводы. Но Свифт, он когда хорош, когда он служит реально большие товарные потоки. А теперь представьте себе большие денежные потоки между Венесуэлой, Нигерией, Кенией, ну и к тем-то еще другим. Но вы же понимаете, что это не та, в общем, зона, где, в общем, уж так вот позарез, нужна единая валюта. Поэтому это все пустые разговоры, из этого ничего не проистекает. И очень смешно, я тут специально, опять же, готовюсь к разговору с вами, нашел, что говорит о Бриксе, автор термина. Термин же придуман, значит, консультантом американским, Джимом Манилом. И я еще помню, как этот термин появился. И хорошо помню, что Джим Манил написал тогда о России. Он написал безумно цинично, но поскольку я такой же мерзкий, циничный человек, то я, конечно, с удовольствием прочел. Он тогда написал, что мы ждем очень большого роста от Бразилии, от Китая, даже от Индии, но мы не ждем рост от России. Россия будет расти медленно, слабо, но поскольку, в отличие от прочих стран, у нее население убывает, то на оставшихся величина ВВП будет расти. Хорошо. Дивный подход, правда? Да, но это прямая дорога, так сказать, к коллапсу, так сказать. Вы говорите, а вот по факту это ведь именно так и происходит. Как сказал Жванецкий, надо, чтобы нас было меньше. Правда? Ну да, и трудоспособность. Жванецкий был великий мудрец. Значит, теперь посмотрим, что о Бриксе говорится это самое Джима Нил. Что это, в общем, только разговоры. Здесь нет ничего, кроме символических жестов и возвышенной риторики. Они ничего не поменяли, они ничего не сделали, они стали еще менее эффективными, и они, в общем, ничего не могут продемонстрировать мир. Ну вот картина такая. То есть это, ну, некий такой клуб поболтать, но у них есть вот несколько идей. Первое, это напугать Запад, что они уйдут под Путина, вот это вот, чтобы создать ревность. Ну и вторая, конечно, проблема, они боятся потерять рынки Севера и надеются как-то между собой, как-то договориться, чтобы хоть куда-то что-то сбрасывать. Ну, как у Китая, он стал терять что-то в США, он сбросил автомобили в Россию, и за счет этого поднял автомобильную промышленность. Ну, пусть не идеальные рынки, они же маленькие. Это все говорят, БРИКС, это вот 42% мирового ВВП. Потрясающе, ой, братцы, какая-то огромная сила. Да бог с вами. Давайте мы эту цифру разложим и посмотрим, а что там создают те или иные страны. Что мы с вами увидим? Опять же, давайте прям по цифрам вам покажу. Давайте. ВВП БРИКС, доля Китая, 71%. Еще Индия 12,5%. Итого, Индия и Китай, это 84% всей экономики БРИКС. А все остальные страны, ну, мелкие, бегают там под ногами, суетятся, в общем, никакого роли не играет. То есть, БРИКС, ну, с экономической точки зрения, это Китай и Индия. Китай и Индия, да. Все, а все остальное, ну, так, придатки. И Россия в том числе. Ну, Россия, это вообще крохотно, 1,7% мирового ВВП, что там про нее говорить. У нее, сейчас ВВП, по-моему, раз в 6, меньше, чем у Китая. О чем мы сейчас можем быть? Россия это такой, игрок маленький, еще бывающий. К тому же, не забывайте, что Россия влечена на стагнацию и стакляцию. так что, тут чего-то, раздавая одни, что говорить. Так, ну, вот смотрите, а тогда, вот мы с вами, знаете, был у нас один из предыдущих разговоров, вы говорили, что Россия, ее структура экономики, ее опыт, ее традиции, они заточены под взаимодействие именно с европейским рынком, с европейским производством, скажем так, а тут тебе АСП, с другой стороны, азиатский спорт, и вот все, вот все через запятую. И вдруг, вот сейчас, очевидно, что БРИКС, это, ну, некий манифест России окончательного ухода в Азию, потому что, как бы, естественно, в силу причин войны и все, что с ней связано, сохранять с этим самым пресловутым севером отношения в том же объеме не получается, да и не будет этого, и, наверное, это просто, они для себя какое-то решение приняли, ну, значит, мы будем придать, Китая, придать в Индии, ресурсной составляющей их, но мы, в общем, делаем стратегический разворот, да, выглядит это, вот, участие в БРИКСах, страна-хозяйка, и вот Казани, все остальное, так сказать, ну, похваляется в основном какими-то политическими вопросами, что вот нет изоляции, и так далее, где-то это даже действительно выглядит так, туда даже генеральный секретарь, он приехал, но в целом есть и другое ощущение, что, да, действительно, Россия развернулась в сторону Азии, и все ее рынки, и вся торговля, и все, весь экспорт, он теперь ориентирован на, да и импорт теперь уже получается на Китай, да, на Азию, вот какие это несет последствия, и действительно ли Москва такой разворот сделала, так сказать, уже военнослужащие Северной Кореи уже на территории России, уж казалось бы, импортировал солдат, во-первых, и им солдат уже, сколь еще и китайские будут, вторая армия мира, вторая армия мира, и самое удивительное, когда говорили, что вами будут управлять, значит, желтой расой, я без всякого расизма, я когда был, китайцы там, кто-то там говорит, да нет, ну вы что, это мы там чего-то будем, а сегодня это реальность, то есть она не только приходит с товарами, но приходят и их носители, их производители, и так далее, не понимать этого, ну вот, казалось бы, а все семимильными шагами идет, вот как вы это оцените? Ну смотрите, тут же было очень забавное выступление премьера России Мишустина, который с очень важным лицом, с очень серьезными глазами, стал объяснять, что Россия станет большим участником глобального юга, и будет мощно туда развиваться, поставляя свои товары, я прям так слушал, думаю, боже мой, как же тебе неудобно жить на свете, ты же умный человек, а ты должен по должности нести такую пургу, это какая кошмарная жизнь, но он ее выбрал, пускай ее и живет, значит, что может Россия сделать на глобальном юге, в Азии, да ничего, ну давайте маленький вопрос, ну хорошо, она может продавать сырьевые ресурсы, да, энергетические, но она это делает, и то, как вы знаете, она уже уперлась в стену, и дальнейший рост невозможен, обратите внимание, что Россия, значит, даже в этом году не выполняет план по экспорту, по доходам от экспорта, для пополнения бюджета, и практически на следующие два года, ну, заложена уже, в общем, практически стагнация величины экспорта, он не будет расти, все уже, больше не продашь, значит, дальше вопрос следующий, а что ты можешь продать, кроме сырья, странам Азии и Африки, ответ, ничего, а человек ответ, почему, почему такой пессимизм, а там, знаете, Китай ходит случайно, и что ты можешь продать на рынках, где Китай давно играет, и давно доминирует, ты же не производишь в России, ничего уникального, значит, ты можешь конкурировать, только дешево, ты будешь с Китаем конкурировать, по дешевому продукту, мелок, да ты что в бизнесе, ты понимаешь к чему, у Китая все дешевле, даже не потому, что дешевле рабочая сила, она подорожала сейчас, но у Китая огромный масштаб производства, эффект масштаба работает на Китае, и когда в России везут гвозди из Китая, то не потому, что Россия не умеет делать гвозди, а просто Китай делает гвозди на весь мир, и они получаются значительно дешевле, ой, тут недавно был прелестный эпизод, очень люблю его вспоминать, они на каком-то из каналов таких, вполне лаляльных российских, вытащили какую-то даму, из мира моды, и стали спрашивать, а ты, милая, где платье-то шьешь? Ой, я тут хотела платье шить-то в России, мы тут все посчитали, считали, считали, ну в общем получается, что в Китае в 4 раза дешевле, а теперь вы будете мне рассказывать, что российская швейная промышленность, будет отшивать одежду, и продавать в странах Юго-Восточной Азии, это во-первых дорого, во-вторых, они этого просто не умеют, конкурировать с компанией Шейн, кто не знает, поинтересуйте, что такое компания Шейн, и как они работают, потом приложите это к российскому бизнесу, и поймете, сколько российскому бизнесу ползти до компании Шейн, если вообще когда-нибудь доползет, поэтому, к сожалению, для российского экономического пространства, для премьера Мишустина, России, кроме сырья, особенно еще предложить не может, и даже на этих сырьевых рынках, у нее не очень много возможностей, но скворитель, она, скажем, с черными металлами там разгуляться не может, потому что я напоминаю, что в Индии металлоругия черная куда посильнее, чем в России, компания ТАТА, если кто не знает, может и поинтересоваться, она покрупнее, как слон, значит, муху бьет, значит, любой северсталь, так что в этом смысле там особенно не прорвешься, ну, значит, ну, что может по России продавать, она может продавать, пытаться пшеницу, она и так это продает, она может пытаться продавать минеральные удобрения, ну, в общем, она их и так продает, но насчет атомной энергетики в странах третьего мира не очень много проектов, так что тут Росатом не сильно разгуляется с обогащенным ураном, ну, в общем, особенно детства некуда, и особенно ничего предложить не может, какие-то российские автомобили, ну, не смешите меня, российскую мебель, российскую одежду, российскую обувь, российскую посуду, что Россия может даже... Российские компьютеры, российские телевизориции, российские компьютеры и смартфоны, я даже боюсь такие страшные слова предложить народ хохотать будет, я боюсь об этом говорить, но вот вам ответ, а что ты можешь предложить? Чтобы войти в третий мир, надо очень долго, очень серьезно заниматься маркетингом, надо подстраивать продукцию, это требует лет, это требует большого умения, я такие некоторые примеры знаю, но они настолько исключительны в России, что они как раз интересны, как исключения, что можно, но это крайне трудно, и сейчас быстро развернуться в Азию, России просто нечем, но нечем ей предложить, почти 16 тысяч, да, 16 тысяч нас смотрят, уже больше, и 4200 поставили свои лайки, не забывайте, мы очень нуждаемся в том, чтобы ссылки на этот эфир вы размещали, лайки ставили, на канал подписывались, мы 23 минуты в эфире, вот смотрите, Игорь Владимирович, тогда вопрос о науке и технологиях, ну, прежде всего о технологиях, потому что это ближе, собственно, к употреблению, мы отдаем себе отчет, что сейчас, в настоящее время, в 21 веке, вот вообще в этом, уже третьем десятилетии, ну, как бы технология является определяющим, как продукт, как инструмент, как все на свете, то есть не технологическая продукция, она, в общем, не конкурентоспособна, или там, меньше востребована, или проста в производстве, и на этом вообще рынке все заполнено, у России технологий нет, ну, таких вот больших технологий, технологий конкурентоспособных, тех, которые находятся на Западе, источником которых Запад, собственно, является благодаря научно-технической революции, очередной уже, которая там произошла, сейчас уже там разговоры идут о искусственном интеллекте, роботизации, в той степени, в которой вообще непонятно, как это все будет функционировать, еще тут по этому поводу разные дискуссии идут, не очень понятно, как вообще они собираются в этой аккумулировании ресурсов, этого БРИКС, или стран Азии, или глобального юга, как они назовем, вообще преодолевать это отставание, оно есть даже у таких стран, как Китай, хотя они, ну, не сопоставимы с Россией, а вот, что здесь могло бы, это инвестиции внутренние могли бы способствовать, вот что они бы, на ваш взгляд, могли бы делать, или хотели делать, или декларируют, что будут делать, чтобы преодолевать то, что является, ну, такой зияющей пустотой, потому что, ну, просто я не вижу никакого источника в этом, вот, может быть, что-то существует, что может эту пропасть преодолеть, как вам кажется? Ну, смотрите, Мария Захарович, в современном мире, я выделяю два типа стран, это первый тип, это страны-концентраторы талантов, примерно понятно, о ком мы с вами говорим, да? Конечно. Да, и поэтому, если вы смотрите, куда едет, и где делает карьеру молодой, талантливый индейец, то вы понимаете, что он делает не обязательно в Бангалоре, а он делает где-то в США, да? Генеральным директором Майкрософта становится и деканом Гарвардской школы бизнеса, и так далее, это поинтересуетесь, очень много таких историй найдете. Это страны-концентраторы таланта, они откачивают из третьего мира, из глобального юга таланты, у меня дочка работает в Ирландии, знаете, сколько с ней иранцев-то работает? Да, понятно. Прекрасных, культурных, талантливых ребят, которые получили первичное образование, но в Иране перспектив нет точно так же, как в России, и они всеми возможными способами перебрались в Европу и там работают. Значит, поэтому, ну что называется, концентраторы вытасывают таланты из третьего мира, а страны-доноры отдают. Это Индия, это Россия. Россия, Россия. Да, давно терял талант, а сейчас решил еще ускорить процесс и подтолкнул людей к отъезду, причем очень серьезно подтолкнул. Войну и подтолкнул. Ну, конечно, потому что, ну что ж, там, знаете, даже не только войной, Марк Захарович, а трансформация идеологии. А, конечно, безусловно. Безусловно. Это тоже такой вопрос, очень неприятный, для человека, который работает в науке, когда его опять начинают загонять в идеологические рамки а-ля Дугин, то, знаете, лучше я поеду на более низкую позицию, но жить буду чуть более свободно, заниматься наукой, а не рассказывать, как я поддерживаю господина Дугина в его представлении о российском космическом мире. Ну, боксинг, значит, поэтому эти страны, третьи, они, в общем, теряют интеллект. Некоторые из них пытаются, ну, скажем, вот мы видим, что Объединенные Арабские Эмираты, что Саудовская Аравия, они пытаются создать собственную интеллектуальную силу, они вкладывают очень много денег в университеты, но таких центров, вот, в глобальном юге очень мало. Это Китай, конечно, который очень много сделал уже и продолжает делать. Индия, в меньшей степени, и остальные страны просто не очень могут это сделать, у них, ну, на это не очень денег хватает. Это же очень дорогая история. Создать научный потенциал, создать хорошие, сильные университеты, это безумно дорогая игрушка и не очень быстро отдающая деньги. Поэтому глобальный юг, он не будет доминировать по технологиям никогда, он всегда будет покупать технологии, и мы видим эту картину, вот, если любопытные люди, вы можете послушать мою лекцию, я читал ее в Академии наук Литвы, о том, как сейчас меняется мир, и там совершенно понятно, что мир сейчас разделяется на вот этот глобальный север, который генерирует технологии, берет сверхдоход с этого, и глобальный юг, который потребляет эти технологии, платит за их употребление, потому что сам создать аналоги не может. Ну и Россия. Россия вот сейчас уже сколько, третий год бьется с импортозамещением в условиях войны в сфере программного продукта, а не получается. Не получается. И знаете, российские чиновники, такие не патриоты, такие не патриоты. Я прям даже не знаю, как ФСБ это терпит. Они опять закупили айфон новый в огромном количестве. Жить они без него не могут. Ну что такое? Нет, чтобы купить какой-то российский смартфон с родной операционной системой, путиномика. Ну что ж такое? Ну вот нет такого. Безобразие какое-то. Безусловно, это отражение, собственно говоря, технологической отсталости. Тут не только стилизация и моды или что-то там, я не знаю, а технологическое потребление, понятно, но еще и просто отсталость, нет ничего альтернативного и не может возникнуть. Вот это вот важный вопрос, потому что получается, претензия на лидерство или там на сопоставимое лидерство наряду с Западом, она не реализуется, пока не будет вот этот технологический вопрос решен. Ты можешь сколько угодно производить, но ты если не производить технологии, ты неконкурентно способен абсолютно в новых условиях. Да, Захарыч, давайте вспоминать, Советский Союз был иным. Он генерировал технологии, там была мощная наука примерно до конца 70-х годов. Там был некий такой еще остаток, он проедался, он уничтожался, он репрессировался, но он был. И в общем были прорывы, и скажем, той же черной металлургии была передовая технология, которая в общем покупалась японцами. Во многих отраслях были прекрасные двигатели ракетные, если вы знаете. Была очень неплохая авиационная промышленность, двигатели были паршивые, а самолеты были очень неплохие, мы это знаем с вами. То есть в этом смысле Советский Союз, он был таким технологическим ядром, ну пусть второго ранга, но все-таки. А нынешняя Россия уже, как с вами, от нее почти ничего не осталось. Тут на днях мне попалась цифра, от которой, знаете, мороз по коже. Есть такая шкала, сколько в какой стране живет высоко цитируемых ученых? Так, интересно. Вот как вы думаете, сколько таких людей осталось в России? Высоко цитируемых ученых? Даже не могу представить, честь ученых. Восемь человек. Восемь? А, например, а тот, кто первую позицию занимает, сколько там по цитированию? Я думаю, что скорее это все у США, хотя Китай идет, они очень активно наращивают, они очень много патентуют. Кстати, Россия очень слабо представлена на патентовании, научных публикациях, а теперь вообще российским ученым запретили публиковаться в зарубежных журналах, потому что это измена государственная. Ну вот, так что тут уже совсем плохо. Ну вот катастрофа, то есть Россия потеряла тот потенциал, который даже был в СССР, и теперь уже не может ничего сделать. Посмотрите вот эту безумно скучную картину. Куда ни глянь. Значит, авиация, катастрофа. Да, это точно. Да. Значит, на днях вылазла катастрофа по флоту. Были же очень чистолюбивые планы Путина, что мы тут утрем всем нос, и через все в морпуть мы повезем грузы в Азию. И мы построим массу кораблей. Ради этого, значит, морскую отрасль судостроения отдали Костину, банка ВТБ. Он туда пришел, выпал в осадок, выяснил, что там стоят станки 30-х годов, германские, завесенные после войны по репаратам. Ага, ну, наверное, даже представляете, о чем я говорю. Конечно. Да, ну вот, значит, поэтому они сейчас все эти программы строительства судов сорвали, и ничего из этого не получается. Не могут построить корабли, не могут, не могут построить самолеты, не могут построить автомобили. А это же как раз и есть. Вот легковой автомобиль, это самый простой индикатор технологического уровня страны. Я это понимаю очень хорошо. Смотрите, я попытаюсь это объяснить. Когда в Советском Союзе начали строить ФИАТ, завод, да, чтобы делать вот эти автовазовские автомобили, то выяснилось, что машину собирать в Советском Союзе нельзя. Все компоненты, которые для нее были нужны, были настолько хуже итальянских, что пристали строить всю экономику. Подшипниковая промышленность, масла, значит, пластику, резинотехнику. Ничто не годилось из Советского автомобилестроения для того, чтобы ставить на Жигули. Пришлось подтягивать все отрасли. Вот это та самая ситуация, которая сейчас. Только сейчас никто ничего не подтягивает. Все только рассказывают про импортозамещение, по факту покупают китайский товар, клеят шильдик Made in Russia и продают через тендеры, как российский товар. Да я знаю, я сам в Самарской области родился, ну, в Куйбышеве, и, так сказать, Наталья Всталяйцев на основном конвейере, и там все это прекрасно знал, и некоторых прежних руководителей, и когда никого знал, я был депутатом Госдумы после этого момента. Вот. Но я хочу сказать, что она такая и осталась, там ничего не изменилось, на самом деле. Вот. Мы уже 33 минуты в эфире, у нас еще есть время. Ну, вот смотрите, тогда возвращаясь к БРИКС, какая ему грозит перспектива, вот давайте в связи с войной. Это тоже важно, потому что, ну, Россия на сегодня, это, скажем так, приоритет военного производства, ВПК, так сказать, конвертируем во все остальное, и обслуживающий все остальное, и все остальное обслуживает это ВПК, да, ну, то есть мы видим по расходам бюджета, по всему, что происходит в связи с войной, ну, и одновременно санкционный вот этот навес, который отпугивает партнеров и Китай, и Идию, и ряд других, которые, ну, не хотят нести ответственность за войну, и, ладно, там политический контекст, но это еще и экономическое выражение не имеет, потому что только заканчивается БРИКС, тут уже объявляют, что и ограничение по дронам будет лицензированным в Китае, и Турция что-то вводит, ну, понятно, что это в страхе с вторичных санкций, которые могут на них распространиться за сотрудничество с Россией, ну, то есть получается, что никакого самостоятельной политики отдельной от Запада и проводить-то не могут, то есть экранируют вот эти все действия, которые от них требует Запад, чтобы они не финансировали войну, прямо, косвенно, там, я не знаю, комплектующие продукции военного назначения, и Москва мало чего с этим может сделать, потому что она может отсрочивать, она может как-то с этим играть, там, серые схемы новые придумать, но в целом, как я понимаю, так сказать, БРИКС не становится источником этих продуктов, там, технологий и всего остального, чтобы продолжать, там, успешно продолжать войну в Москве, нужна вся эта поддержка, я правильно понимаю, что от этого будут бежать, ну, во всяком случае, китайская экономика, там, индийская и так далее, чтобы, не дай бог, не быть замазанным, запятанным, вот, этим сотрудничеством с страной агрессор. Вы знаете, что может сдать БРИКС России? Вот я там на это посмотрел, вы не поверите рабочей силе. Да, ну, так и есть, а что ж? Это вот возможно, что люди будут присылаться из этих стран, работать в России вместо убитых, ушедших инвалидов, кстати, интересно, мне информацию сообщили про инвалидов, потому что, вот, говорят, что в России не видно инвалидов, СВО. Так. Да, вот, и говорят, что их свозят в специальные пансионаты и оттуда не особо выпускают. Ну, бог с ним, это отдельная тема. Очень похоже. Мы помним историю с... Да, но представители там вообще не спрашивают, а мы их добивали. они их просто забирают из улиц. Здесь более забирают. В России огромный дефицит рабочих рук, скромная оценка, где-то 4,8 миллиона человек. Поэтому уже появились планы завоза людей из Ганы, и я думаю, что будет попытка завести рабочую силу из стран Брикса. Ну, для этих стран это неплохо, они будут получать зарплату, переводы пойдут в их сторону, вот это, может быть, через банк, как раз Брикса, эти прилатежи каким-то образом будут проходить. Вот это я допускаю. Но это опять-таки откачка денег из России в страны Брикса. Мне тут попадались на просторах интернета придурки, которые рассказывают, что Россия легко должит деньги на глобальном юге, и плевать ей на глобальный север, глобальный юг ее легко прокредитует и даст облигации. Это очень смешно, потому что, по-моему, месяц назад Путин принял решение дать кредиты странам глобального юга, которые просто так в Брикс приехали. Им кредиты пообещали. Так что Россия деньги-то не получит, и технологии не получит за отсутствием он их технологий. Ну, какие-то продукты питания, может быть, завезет, чтобы не было голода, уже хорошо. Но вот все, что она может получить от этих стран. И с Китаем тоже непонятно. Еще раз, для меня вот вся история, что с глобальным югом, что с Бриксом, она туманна, потому что я не понимаю судьбу Китая. И никто не понимает, устоит Китай или нет. Он качается. И это не то, что я придумаю какие-то страшилки. Посмотрите, Китай принимает одним за другим большие пакеты, огромные пакеты на сотни миллиардов долларов в поддержке своей экономики. Пытается ее спасти. Только что они, скажем, сделали очередной шаг, они снизили стоимость кредитов, а там кредиты устанавливает стоимость Банк Китая. Они снизили годовую ставку по кредитам для китайских предприятий до 3,1%. Пусть российские предприниматели, услышав это, зарыдают и убьются головой об стенку от зависти, потому что это катастрофа. То, сколько сегодня стоит кредит в России, 25-30%, в Китае 3%, потому что они пытаются поднять падающую экономику. Если Китай начнет падать, то рухнет и Брикс, и глобальный юг, и, кстати, это и север заденет. Но север, наверное, в меньшей степени, я говорю, начал замыкаться на себя. Так что в этом смысле вот ситуация такая непонятная. И поэтому смотреть на Брикс и все этот глобальный юг как на какую-то серьезную основу для будущего в России, серьезного партнера для России, это все, ну, с точки зрения экономики, не серьезно. Это значимо с точки зрения политики. Это напоминает мне тоже старую конструкцию, тут Михаил Иванович Крутихин тоже ее вспомнил. Мы старые, мы это помним, движение неприсоединения. Да, масштабное было, да. Огромное, собирались конференции, декларации принимали, боже ж ты мой, куда рассосалась, как исчезла, куда сгинула, бог его знает. Все пропало, никакого влияния на мировую политику не оказалось. Я думаю, что тут будет та же самая история. Вот такие какие-то отдельные мелкие проекты будут, но на самом деле, в общем, это клуб по интересам поговорить. Может быть, единственное, что это каким-то образом меняет политическую ситуацию в ООН. Может быть, вот в этом смысле Путин добился успеха, что он создал достаточно большую группу лояльных стран в ООН и теперь провести какие-то реформы ООН против России будет, наверное, сложнее. Вот это, да, его политический успех, а экономически это смешно даже обсуждать. Ну, хорошо, вот мы, так сказать, ближе уже к концу. Все-таки с Китаем понятно, с Россией тоже более-менее. Вот, вот эта попытка присоединять все больше стран, вот эти 38 стран, к Бриксу примыкают и так далее, и вот растет, растет, растет. Мы понимаем, отдаем сейчас отсчет, что это отсталые страны, в общем, по большому счету, Африки, Азии частично, да, но там какие-то отдельные еще, это все, ну, больше для численности, потому что реально донорами могут выступать только буквально, ну, там, не знаю, Китай, Индия, ну, я не знаю, все. Вот это, наверное, потому что в сравнении с глобальным севером, вообще с западным ареалом, ну, тут невозможно сравнивать, да, к чему это будет вести, то есть, я опять возвращаюсь к тому, что очень сложно соединить, вот, запад, это все равно однородная среда, как бы там ни было, это страны западной политической демократии, это в основном христианской, иудео-христианской, ну, прежде всего, христианской культуры, понятного, так сказать, уважения международного права, так сказать, всего, что с этим связано, неприемлемости войны, взаимоотношения, страны же глобального юга, БРИКС, там, как их ни назови, это совершенно разнородные, они придут к синской цивилизации, другие к исламской цивилизации, они между собой многие воюют, конфликтуют и так далее, то есть, вот, насколько нужна эта однородность для успеха, скажем, экономического, конкретно для того, чтобы такие страны смогли, там, соединять интересы, взаимное доверие, я не представляю, как там Саудовская Аравия, с Ираном, как это все они себе представляют, то есть, что в основу стержня должно быть заложено, что вот эти страны второго, или там третьего мира, сейчас уже не важно, должны положить в основу для того, чтобы иметь такое же единство целей, принципов, задач, там, ну, и, я не знаю, формы методов, для того, чтобы в этом смысле, ну, быть на равных с Западом, вот, какой они должны выработать единый, ну, родовой признак, который бы их объединял, по которому можно было бы эти сопрячь интересы, вот, вот, давайте так вот рассудим. Ну, нет такой основы, они слишком действительно разнородные, они друг другу враждебные, там, как ни глянь, между ними все до конфликта, там, вы там про Таскатиран, там, а давайте про Миннесуэлу с Бразилией, которая враждует, давайте поговорим про Индию с Китаем, который неперемиримый враждает, а Индию враждует по сей день остро с Пакистаном, ну, что вы, у них там и все конфликты по всем линиям, какие только могут быть, и это настолько глубокие, длинные и серьезные конфликты, что создать какое-то образование не получается. Обратите внимание, что Путин, который все время кричал, что мы тут в Бриксе создадим единые валюты, горели они синим пламенем, со своим долларом и евро, вышел с вытянутым лицом и сказал, ну, да, никакой единой валюты не получится, слишком разные страны, слишком разные уровни развития, никакой единой валюты не получается, но мы там придумаем финансовые мосты. Что он под этим понимает, ну, не знаю. Короче говоря, в общем, получить представление о том, чтобы они могли как-то интегрироваться, унифицироваться, и на чем-то совместном работать, это нереальная история, просто нереальная. Этого и не будет. Так же, как рассосалось движение неприсоединения, так и Брикс начнет точно так же раскалываться, но они, повторяю, устроились сцену истерики северного, на один предмет, а вдруг север их вспомнит, полюбит опять, назовет любимой женой в гареме, даст какие-то деньги, и тогда можно будет снова хорошо жить. Как только вот запад или глобальный север им даст какие-то приманки, они сразу забудут про все прочие свои радости, связанные с пребыванием в гостях в городе Казань. Спасибо.